В Свердловской области ГИБДД закрывает движение общественного транспорта на одном из самых опасных участков дороги. Инспекторы несколько раз выписывали предписание местным чиновникам отремонтировать трассу. Слишком много ДТП происходит на этом участке, рассказывает Анастасия Кондрашова. На опасном участке, на подъезде к путепроводу, удерживающие дорожное ограждение, балки их не соответствуют по типу и размеру, имеют повреждения. По этому ветхому путепроводу даже начальник ГИБДД Азбеста предпочитает идти пешком, а не ехать на машине. Еще в июле подполковник полиции пытался взять на себя ответственность и закрыть движение по этому крайне опасному участку дороги между городом и его окраиной. Количество нарушений правил эксплуатации транспортного сооружения уже тогда было более десятка. Вот мы как раз на опасном участке, на опасном повороте, то есть удерживающих ограждений вообще нет. Высота насыпи, посмотрите, достаточно высокая. Все это в конечном итоге приводит к дорожно-транспортным прошествиям. В июле местные власти получили от ГИБДД строгое предписание в течение трех дней отремонтировать опасные путепроводы. Их четыре. И подъезды к ним. Иначе движение автобусов запретят. Несколько тысяч жителей поселка 101-й квартал будут отрезаны от цивилизации. Рабочие не попадут на комбинат «Урал-Азбест». Тогда глава города обещал найти деньги и привести трассу в порядок. ГИБДД давало разрешение на маршруты. Это было в 2009-2010 году. То есть тогда претензий никаких не было. Они согласовывают маршруты движения автобусов. Сегодня, ну не знаю по каким статистам, наверное связанные с аварией в том числе, возникла другая ситуация. Мы ни в коем случае не отказываемся. И в то время, если бы нам не согласовали маршруты, мы бы выполняли эти мероприятия. И поэтому сейчас будем это помнить. Тогда в ГИБДД местным властям поверили и дорогу закрывать не стали. Но время идет. Асфальтовое покрытие разрушается. Ограждение гниет. А реконструкции так и нет. 16 августа 2013 года в госавтоинспекции проведено было повторное обследование автомобильной дороги Азбест-101-й квартал и путепроводов, расположенных на ней. В ходе которого были выявлены многочисленные нарушения, создающие угрозу безопасности дорожного движения. Сотрудники дорожной полиции перед тем, как ввести ограничения, вышли к водителям с вопросами. Должны следить за дорогой. Движение какое? Грузовое или пиво? Допустим, даже если бы какого-то тепла бы случалось, то машина бы не вылетела за пределы моста, а преграда какая-то была. Кордон будет выставлен в пятницу 23 августа. Пока с 3000-м поселком прерывется лишь автобусное сообщение. На личном транспорте добраться до города будет можно. Но только пока. Следующий этап – полное перекрытие трассы. До момента, пока не пройдет капитальный ремонт. Анастасия Кондрашова, Дмитрий Немытов, Вадим Шолохов. Информационная программа «День». Азбест. Свердловская область.